Значит, в предыдущих роликах мы много всего обговорили о семейном образовании. Пришло время поговорить о том, что же делать, как себя вести в школе. Значит, прежде всего мы обратились к директору по приезде. Она сказала, что проблем никаких нету в семейном образовании. Я рассказываю нашу историю, может это кому-то поможет, как-то облегчит весь процесс оформления на семейное образование. Но через какое-то время нам сказали, что мы не имеем права обучаться. И пока мы не получим подтверждение, согласие управления образованием этой областью, нас школа не возьмет на это образование. Не зачистит просто. И как мы добивались того, чтобы управление образованием нам разрешили все это, вернее, содействовали нам во всем этом. Смотрите в другом ролике о уведомлении, что это такое и как его, куда подавать. В этом ролике речь пойдет, как же дальше мы были со школой. Значит, я вам покажу, как выглядит заявление, которое родители пишут в школу. Оно не заполнено, мы свое сдали уже. Вот оно выглядит приблизительно вот так. Это образец заявления. Такой образец заявления я могу выслать вам и не только его, а другие документы, другие разные статьи, то, что мы сами понаходили для себя, разные законы и так далее. Их целая стопка. Я могу выслать вам в личку, оставьте в комментариях, извините, уставшая немного, в комментариях свой e-mail, я вам вышлю по необходимости. А вот такое мы заявление написали. Значит, это заявление о том, что мы просим зачислить ребенка в их школу в качестве экстерна для прохождения промежуточной государственной долговой аттестации и организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области образования. То есть ребенок зачисляется только для прохождения аттестации в виде экстерна. Он не ходит в школу у нас, в принципе, кроме английского языка. Это в отдельных роликах тоже мы об этом говорили, чтобы не повторяться. Значит, далее заключается вот такой договор. Он очень большой, можешь взять фотоаппарат, поднести вот так. Я полистаю немножечко. Значит, договор. В нашем случае он состоит из... Один, два... Значит так, сам доктор состоит из двух страничек. Значит, здесь какое образование. Значит, права и обязанности учреждения. Дальше, права и обязанности законного представителя, то есть наши права здесь указываются. Порядок расторжения договора. В каких случаях срок действия договора мы на год заключили. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. У нас здесь указаны. И подпись, ну и где мы находимся. Значит, к договору нам дали обязательный учебный предмет для второго класса. Который, ну, как бы ученик проходит. Дальше нам дали порядок прохождения промежуточной аттестации обучающегося. Кстати, об этом мы поговорим отдельно в ролике. Это очень важная тема. Мы более подробно все обсудим. График консультации для родителей. То есть за нами закреплено учитель, который нам дает якобы с 9.30 до 11.00 раз в неделю по понедельникам, видите, консультации. Хотя, честно, мы наладили с ней контакт. Очень хорошая женщина. Я звоню, вот даже сегодня была, сегодня четверг, мы с ней много говорили. И по телефону по необходимости. То есть она не цепляется к этому всему. Значит, расписание уроков. На мне дали, чтобы я ориентировалась, сколько, что, как. Это типа помощь в обучении мне. Сколько мне с ребенком, когда заниматься. Ну и все. Вот. Вот так выглядит договор. И это. Значит, хочу отдельно сказать по договору. Сейчас, сейчас, сейчас. Пожалуйста, обращайте внимание, что вы подписываете. Очень вас прошу. Значит, мы настояли в договоре, что... Ну, это больше к аттестациям относится, но это относится и к договору. В договоре указывается, какие уроки будет ребенок ваш сдавать. Вы должны быть либо согласны с ними, или нет. Имеете ли вы право участвовать на аттестации или нет. Мы настояли на том, чтобы мы имели это право. Как учитель. Я учитель, я имею право, как и любой учитель ребенка, да, ну, в классный, он имеет право присутствовать. Так же самое я. Вот. Вот. Значит, в каких случаях вас могут отчислить? Обычно это стандартно, если вы не явились на аттестацию по безуважительной причине. Значит, если не сдали программу, по которой вы проходите, то есть ребенка двойка и так далее. Отдельно я же говорю про аттестацию, мы поговорим в отдельном ролике. Я просто хочу сказать, что обращайте внимание, что вы подписываете. Читайте, изучайте. Мы даже брали договор ихний домой. Изучали, делали себе помещу. С этим согласен, с этим не согласен. Чтобы они не обязывали вас. Допустим, элементарный пример. Я так образно скажу. Если, может, вас будут интересовать конкретно какие-то вопросы, а как у вас было, можете писать. Просто в комментариях я буду отвечать. Я стараюсь на комментарии отвечать на все. Значит, у нас была ситуация, когда я попросила, чтобы ребенок мог ходить на английский, потому что мы сами не умеем его сдавать. Ну, учить. Обучать мы английского не знаем. А нам сказали, ну, мы тогда в договоре пропишем, что вы обязаны посещать английский. Я говорю, нет, нет, нет. Мы не обязаны его посещать. Имеем возможность посещать английский язык. Потому что, если мы обязаны, тогда нам будут ставить там двойки, т.т.т. И оно мне не нужно. Я на семейной форме образования. Я не обязана ввести ребенка в школу. Это как помощь ихняя мне. То, что мы говорили про других роликах, что такое семейное образование, можете почитать, что мы можем обратиться за помощью в образовательное учреждение. Вот мы и за ней обратились. Вот. И что еще? Что еще? На что хочу обратить внимание? Значит, в договоре, в договоре, в договоре. Сейчас, секундочку. Очень много просто документации. Вот здесь. Так. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор, если родители обучающегося не обеспечили. Вот я пишу. Это у нас идет в общее положение семейного образования. Значит, освоение обучающимся определенным договором образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государства. То есть, если ребенок не усваивает программу по вине родителей. То есть, не так дают ему. Плохо обучают и т.д. Значит, если не явились в учреждении в определенный договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ. Или прохождение промежуточной государственной аттестации. Значит, лабораторные и практические работы у нас не прописаны. Мы не обязаны ходить туда. Сразу скажу. Мы, даже если бы они прописали, мы бы их просто попросили убрать. И прохождение промежуточной аттестации, то, что я вам говорила. Если вы без причины не явились. Значит, вы можете в любой момент перейти, вот, расторгнуть этот договор, перейти на обычную форму образования. Это право сохраняется. Да, вот тут же все пишется. Ну, что, что и так. Значит, обязательно обратите внимание, чтобы ребенок имел право посещать все кружки, бесплатно пользоваться учебниками. Значит, что, посещать, участвовать в конкурсах, каких-то мероприятиях, олимпиадах. Все здесь должно быть прописано. А вот, значит, что еще? Ну, вроде бы все по договору. Вот, вот это и вот это вам нужно будет сдать. Значит, сразу скажу. Вас будут пытаться отговорить. Вам будут задавать массу-массу провокационных вопросов. И если вы придете с ребенком, я скажу так, лучше не травмируйте ребенка и идите без него. Кстати, нужно будет сдать еще дело ребенка. Ну, личное дело. В школу, понятно это. Значит, задают такие вопросы, как, а ты, может, хочешь в школу ходить? Здесь же так интересно. Здесь сколько много деток. Ну, и так далее. То есть провокационные вопросы ребенку, пытаясь, чтобы он, ну, как бы стал... Давление на психику. Да, да, да. Второй момент. Очень много вопросов. Ну, у вас же вы же без специальности. Как вы сможете обучать? У нас же такие профессиональные учителя. Интерактивная доска. Будут вопросы такие звучать, как, ну, как же вы вот будете справляться? А если она будет не успевать? А как же она потом пойдет, будет в восьмом-девятом классе учиться? И так далее. На все вопросы мы старались отвечать вежливо. Мы понимаем ихнюю озабоченность тем, что мы можем действительно не дать ребенку нормального образования. Родители попадаются разные. Поэтому агрессивно мы к таким вопросам не относились. Раздраженно тоже. Мы просто спокойно объясняли. Да, нет высшего образования. Ну, и что? Есть учебники. Если что-то будет непонятное, у меня есть консультации с учителем. Есть интернет. Есть, в конце концов, папа, который помогает, да? А до восьмого класса еще 6 лет. А говорим, а до восьмого класса дайте нам возможность попробовать. А если не пойдет, мы сами ребенка переведем. Ну, мы же как бы стараемся обеспечить ему лучшее будущее. Мы волнуемся за нашего ребенка. Если мы не сможем дать ему, мы обязательно его переведем на обычную форму. И так далее, и тому подобное. А если не попробуем, то будем жалеть. Да, если мы не попробуем, говорим, мы будем всю жизнь об этом потом жалеть. То есть мы пытались показать, что мы тоже волнуемся за нашего ребенка, что мы с ними согласны. И если что, мы тут же переведем ребенка. Но чтобы они как бы поняли наше положение, вошли в наше положение, в нашу шкуру, так сказать. И особо такой вопрос, неужели вы не доверяете нашим учителям? Они же профессионалы, они же будут любить вашего ребенка. Как бы вот даже с такой обидой, как бы вот неужели вы не доверяете нам вашего ребенка? Мы просто отвечали спокойно, что так будет лучше для ребенка. Никакой учитель не заменит маму. Никакой учитель не обнимет сто раз ребенка за день. И не найдет личный подход к ним. Ну то есть, и вот в таком стиле, как бы и говорили, что вы не обижайтесь. Мы понимаем, что у вас хорошие учителя. Мы ничего против них не имеем. Но мы хотим попробовать обучать своего ребенка сами. И, конечно, то, что нам и сказали, что мы не имеем права вам отказать. Мы попытались вас переубедить. Но если вы не согласны, ну пробуйте. И слава, конечно, Богу. И хорошо, что директор способствует обучению. Потому что я знаю, что иногда это отражается на детях. Ставят палки в колеса. Значит, на аттестациях очень сильно прессуют детей. Борите, чтобы этого не было. Благо, федеральное законодательство позволяет обучать детей. На семейном образовании. Да, на семейном образовании самим родителям. Да. Кстати, да, в договоре обязательно прописывается, по какой вы идете программе. Вот смотрите, обучающимся программой 2-го класса в рамках ВГОС по Школе России. Это то, что я говорила в предыдущих роликах. Где-то вот в одном из роликов мы идем по Школе России. Вот. Поэтому, ну вот так вот. Вот договор. Например, ну отдельно о некоторых пунктах, вот, о аттестации мы поговорим в отдельном ролике. В следующем я его подготовлю тщательно, потому что там очень так запутано все. На это нужно время. В принципе, мы определились. Ну, все увидите в следующем ролике. Ждите, он придет к вам. Вот. Делитесь своим опытом. Ставьте лайки. Оставляйте обязательно комментарии. Мне интересно услышать ваше мнение. Вот. Даже если оно критическое, да, ну как, есть несогласие. Главное, без грубости. Уважаем мнение друг друга. Все, в принципе. Пока.